здравствуйте уважаемые трейдеры в прошлом видео мы познакомились с криптовалютами и главное из них биткоином теперь давайте обсудим те стратегии которые вы можете использовать при торговле криптовалютами сначала необходимо открыть торговый терминал metatrader 4 и найти там инструмент btc usd то есть bitcoin по отношению к доллару сша находим его в списке инструментов и и далее открываем его график в данный момент он уже открыт и мы видим его перед глазами также рекомендуем ознакомиться с торговыми условиями по данному инструменту сделать это можно на сайте компании a market в разделе трейдинг условия торговли и далее выбрав вкладку спецификации инструментов где в разделе криптовалюты мы сможем увидеть детальную информацию по всем торговым условиям и по каждой из криптовалют обратите внимание что по биткоину действует кредитное плечо один к трем то есть купить один контракт можно примерно за 850 долларов они за номинальную стоимость в две тысячи пятьсот восемьдесят три доллара в данный момент bitcoin является весьма волатильным инструментом на графике мы регулярно можем видеть импульсные трендовые движения в данный момент конечно преобладают покупатели цена в два раза увеличилась всего за один месяц поэтому первой стратегии работы с этим активом является покупка при обновлении максимальных значений давайте выделим на графике те моменты когда цена обновляла свой максимум и появлялась удачная точка для входа в рынок еще в мае 2016 года максимальным значением была отметка в семьсот сорок долларов за один биткоин и после пробития этой отметки в ноябре 2016 года появилась первая точка для входа в рынок по данной стратегии то есть мы могли купить bitcoin в данный момент времени после обновления локального максимума после этого мы видим что криптовалюта продолжила свой уверенный рост вверх следующий максимум был зафиксирован на отметке в 1269 долларов и после его пробития цена также продолжила рост при этом мы видели и некоторое ускорение движение цены отметим еще несколько максимальных значений на графике после пробития которых мы могли входить в рынок по данной стратегии эти области обозначены желтыми прямоугольниками на графике отметим что стратегия пробоя максимума используется на фондовом рынке при работе с акциями учитывая что bitcoin раньше не находился на текущих уровнях и регулярно обновляет максимумы мы можем использовать этот торговый план реализовать его можно двумя способами первый это выставить отложенный ордер buy-stop чуть выше последней максимальной отметки когда сделка откроется без вашего участия как только цена достигнет указанного уровня сейчас можно поставить такой отложенный ордер по цене 2983 доллара это означает что после пробоя данной отметки наша сделка откроется автоматически и мы сможем поучаствовать в дальнейшем росте цены второй способ дождаться пробоя важного уровня и закрепление выше него или тестирование ценой этого уровня уже с другой стороны давайте более детально разберем второй способ он заключается не в моментальном входе в рынок после пробоя отметки а в повторном тестировании этого уровня в качестве линии поддержки и так предположим мы находимся в торговых условиях середины мая текущего года на этот момент максимальной отметкой был уровень в 1695 долларов если мы используем отложенный ордер для открытия позиции то входим в рынок сразу в этой свече после пробоя максимального значения если же мы используем второй способ то есть пробой и закрепление выше уровня то входим несколько позже после того как сформировалась консолидация выше прежнего максимума то есть в одной из этих свечей и так аналогичная ситуация с пробоем максимального уровня может повториться уже в ближайшие дни поэтому вы можете смело выставить отложенный ордер за прошлый максимум либо дождаться закрепления выше данной отметки отметим что при входе в рынок по данной стратегии необходимо размещать стоп лосс то есть ограничение ваших потерь при развороте цены и нужно поставить данный ордер за важный технический уровень а именно за последний максимум цены то есть если мы входим в рынок по цене в 2990 долларов необходимо поставить стоп лосс примерно на 50-70 долларов ниже этих значений учитывая высокую волатильность биткоина не следует размещать стоп ордер слишком близко к текущему значению цены иначе он может быть выбит в ходе случайного отклонения отметим что стратегии торговли на новостях практически не работают в случае с биткоином связано это с тем что прогнозировать важные публикации не представляется возможным так как нет заранее обозначенных событий и статистики по криптовалютам то есть все публикации появляются довольно неожиданно и сразу влияют на изменение котировок но зато отлично показывает себя торговля по индикаторам мы уже отмечали что биткоин очень подвержен трендовым движением то есть нужно использовать именно трендовые индикаторы в торговле при этом обращаем внимание что угол изменения цены на графике очень большой цена меняется не плавно довольно резко поэтому можно использовать трендовый индикатор с меньшим периодом усреднения давайте нанесем на график индикатор moving average то есть простую скользящую среднюю сделаем это через кнопку добавления индикаторов в платформе заметим что период 20 является оптимальным также нанесем скользящую среднюю с большим периодом например 100 чтобы видеть общее направление тенденции на графике именно от moving average со периодом 20 происходит наибольшее количество отбоев на графике то есть все краткосрочные коррекции завершаются вблизи этих значений мы видим как цена отбивается от moving average в данный момент после чего следует продолжение роста и также вот в этот момент времени мы видим что цена довольно близко подходит к индикатору но отбивается от него и продолжает свой рост отметим что в данный момент времени также формируется сигнал на покупку так как после того как мы оказались ниже данной линии покупатели вновь сумели вернуть котировки биткоина выше этих значений и так цена находится выше moving average мы вполне можем открывать сделку на покупку по текущим значениям если работаем по данной торговой стратегии еще раз отметим что покупать на откате вблизи линии индикатора нужно с размещением стоп лосса который размещается за линию индикатора moving average то есть если мы откроем сделку на покупку по текущим значениям вблизи цены 2589 долларов за один биткоин то стоп лосс нужно разместить примерно на 70 80 долларов ниже при этом осцилляторы не работают эффективно опять же в силу ярко выраженного тренда давайте посмотрим на окно индикатора macd под графиком видим что он все время сигнализирует о перекупленности но фактически это не так и тренд продолжается вверх на рынке криптовалют настоящий ажиотаж поэтому спрос на биткоин пока снижаться не будет и о развороте или движение в боковом канале говорить не приходится поэтому осцилляторы можно на время отложить использовать именно трендовые индикаторы в торговле также обращаем внимание что история биткоина знает немало не только взлетов но и падений поэтому нужно держать в голове и сценарий возможного разворота по инструменту давайте проанализируем как менялись тренды в ходе прошлых движений цены происходило две основные ситуации первое это свечная модель поглощения после выхода сильного объема сначала мы видим восходящую зеленую свечу аномально большого размера затем настолько же сильное движение вниз также в рамках одного дня либо следующих дней после этого происходит дальнейшее снижение цены модель поглощения мы можем видеть на графике и позже уже в 2013 году а второй сценарий это формирование консолидации ниже предыдущего важного уровня поддержки то есть мы видим уровень который сначала был мощным основанием для покупателей то есть уровнем поддержки а затем стал уже уровнем сопротивления то есть от него происходили продажи именно поэтому стоило открывать сделку на продажу в данный момент времени в данный момент таким важным уровнем поддержки является отметка в 2158 долларов за один биткоин поэтому при закреплении консолидации ниже этих значений можно будет начинать осторожные продажи в расчете на продолжительную коррекцию по биткоину и так мы рассмотрели более краткосрочные стратегии торговли но отдельного внимания заслуживает долгосрочная стратегия как видим на графике цены в целом исторически цена биткоина неуклонно растет поэтому если вы располагаете капиталом для долговременных инвестиций то это вложение окупится во много раз конечно рекомендуется покупать после откатов цены поэтому набор позиций в такой сделки стоит производить постепенно изначально нужно купить биткойна примерно на 20 процентов объема от того который вы можете себе позволить исходя из размера депозита например при капитале в 10 тысяч долларов целесообразно покупать два-три контракта в данный момент остальные докупать только в случае коррекции на 20-30 процентов от текущей цены при этом горизонт инвестирования в таком случае составит минимум 8-12 месяцев напомним что по мнению многих аналитиков а также исходя из уровня фибоначчи следующими целями для биткойна являются отметки в 3500 долларов и 5000 долларов скажем еще и о мани менеджменте который является обязательным условием каждой торговой стратегии минимально рекомендуемый депозит для работы с биткойном составляет 5 или 7 тысяч долларов хотя технически вы можете открыть сделку имея и одну тысячу на счете при совершении сделок внутри торговой сессии то есть краткосрочных стратегий можно оперировать объемом в 4-5 контрактов при этом каждый контракт означает покупку или продажу одного биткойна но в этом случае сделки нужно будет закрывать в тот же день если вы торгуете на старших таймфреймах то на 5000 долларов целесообразно купить или продать один или два контракта если биткойн вырастет до трех с половиной тысяч долларов вы заработаете примерно полторы тысячи долларов при низком уровне риска то есть ваша доходность составит около 40 процентов самое же главное это следить за объемом позиции чтобы минимизировать риски в торговле еще одной рекомендации служит диверсификация риска за счет включения в долгосрочный портфель или ежедневную торговлю прочих криптовалют помимо биткойна о других криптовалютах и о том как ими торговать мы расскажем в нашем следующем видео надеемся данное видео было вам полезным всего доброго